Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Читаем. Номер седьмой. Евангелие от Марка, 9 глава, 30-31 стихи. Выйдя оттуда, проходили через Галилею. И он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий, предан будет в руки человеческие, и убьют его. И по убиении в третий день воскреснет. Читаем. Толкование блаженных филактов. Везде слово о своем страдании соединял Иисус с чудотворениями, дабы не подумали, что он страдал по немощи. За скорби всегда последует радость. И поэтому, дабы не стоевали духом напрасно в скорбях, но надеялись получить что-либо и радостное. Марка, 9 глава, 30-32 по 37 стихи. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой? Они молчали. Потому что дорогой рассуждали между собой кто больше. Иисев призвал двенадцать и сказал им, «Кто хочет быть первым, будьте всех последним и всем слугою». И взяв дитя, поставил посреди них. И обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня». Толкование. Господь, хотя не возбраняет стремление к большей чести, ибо повелевает нам желать высших степеней, однако не дозволяет нам похищать первенство у других. Напротив, хочет, чтобы мы смирением достигали возвышения. Так он поставил посреди учеников дитя, и получает нас быть ему подобными. Дитя ни славы не ищет, ни завидует, ни помнит зла. Говори. Да и не тогда только, говорит Иисус, вы получите великую награду, когда сами будете такими, как дитя. Но если других подобных примете ради меня, а что у него? Из-за этого получится Царство Небесное. Как? Так как примете меня, а принимая меня, примете пославши меня. Я ему говорю, ты сброс из себя 60 килограмм. Видишь ли, какую силу имеет смирение драв простой бесхитростный? Вот видишь, что Господь все делает. Молиться будем. Это вселяет нас сына и отца, а следовательно и Духа Святого. Марка 9 глава с 38 по 40 стих. При всем Иоанн сказал, Учитель, мы видели человека, который имени твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо имени Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас. Толкование. Не по соревнованию какому-либо, и не по зависти, Сын Громов возбраняет тому человеку изгонять бесов, но желает, чтобы все, призывающие имя Христова, и последовали за Христом, и чтобы все ученики составляли одно тело. При начале же Евангельской проповеди случалось, что некоторые, побуждаемые страстью словолюбия, желали совершить знамение, но, видя как могущественно имя Иисуса, Иисусова, они призывали Его, и таким образом совершали знамение, хотя и чужды, и недостойны были благодати Божией. Ибо Господу угодно было, чтобы проповедь распространялась и через недостойных. Как будет злословить Меня тот, кто именем Моим приобретает себе славу и призыванием Меня, совершая чудеса. По-видимому, Господь противоречит сам себе, ибо в другом месте говорит, «Кто не со Мною, тот против Меня». Но сей слово сказано о бесах, которые стараются отличь сущих от Бога и рассеют Божие достояния. А здесь говорится о людях, которые через них, через других, делающих чудеса, приводятся к Богу. Комментарий Игнатия Лапкина. Чтобы нести Слово Божие погибающему миру, нужна любовь к Богу. Войти в день Пятидесятницы и получить крещение Духом Святым. Для того, чтобы молчать, брать на себя подвиги, о которых нет ни слова в Библии, и говорить, «Где уж нам убогим и грешным православным?» проповедовать, «Мы недостойны, слабы, неграмотны и тысяча других причин. Для этого ничего не надо, чтобы проповедь распространялась и через недостойных». И эти оправдания приходят в человека от лукавого, исходят от невозрожденного сердца, в котором нет любви к Богу, нет любви к ближнему. Этот вопрос о проповеди недостойного возникал в давние века, и ответ на него был один, «Уча другого, я учусь сам». Даже если человек просто слушает проповедь и не исполняет слышанное, но только воздохнет об этом и скажет, «Увы, мне, слушаю и не делаю». Одно это, увы, есть начало покаяния. Как можно умолчать тому, кто освобожден из плена и из долгого рабства? Как может молчать человек, услышав о победе над своим страшным врагом? Чтобы проповедь распространялась и через недостойных. И много сему подобного мы получили в воскресении Иисуса Христа. На апостолов восстали лучшие запретители проповеди. Били их, чтобы они превратились в молчальников и затворников, в столбников и отщельников. Но любовь Божия разломала все эти преграды и разорвала все оковы, какими дьявол сковал их язык, уста и ноги благовестников. Деяние 5 глава с 28 по 29 стих. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостол в ответ сказали, «Должно поминоваться больше Богу, нежели человеку». «Если в человеке есть Дух Святой, то его не надо убеждать идти на проповедь. Напротив, его невозможно удержать от проповеди». Римлянам 8.9. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Иоанна 7.38 «Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой?» «Как знать об этом православном, если об этом сказано в Писаниях, а не в Акафистах, иродивым, и блаженным». Реки проповеди этой животворящей воды могут честь только у тех, кто пьет моря благодатного слова. Об этом мы читаем в Евангелии Христовом. А все остальные слова, какие говорят люди, чтобы не проповедовать Слово Божие, антиевангельские, антихристовые, чтобы проповедь распространялась и через недостойных. Люди, запечатленные Духом Божием, Духом Благодати, несут Слово проповеди всюду, исполняя завет Христа. Противиться столь ясной в заповеди Божией могут только те, кто имеет антихристовое начертание на лбу и на правой руке. Марка 9, глава 41-42 стих. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно, говорю вам, не потерять награды своей, а кто соблазнит одного из малых всех верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жирновый камень на шею и бросили его в море. Толкование. Я, говорит, не только не возбраняю тому, кто совершает Моим именем чудеса, но если кто даст вам что-либо и самое малое ради Меня, а не ради людей мирских, и то не лишится награды своей, а о чаше воды сказал, имея в виду людей, отговаривающихся бедностью. Если, говорит, ты чашу воды подашь, меньше этого уже ничего не может быть, и это не пропадет у тебя. Так если ты почтишь одного из малых, то ты угодишь Богу, если и соблазишь одного из малых, то ты согрешил. Лучше бы повесили тебе на шею жернов мельничный. Мельничный. Мельничный, да. Этим выражает, что мы подвергаемся в таком случае тягчайшему наказанию. Господь указал чувственное мучение с тем, чтобы устрашить нас этим видимым примером. Марка 9, глава 43 по 50 стих. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечную войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным гиену, в огонь неугасимый, где червих не умирает, и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным геену огненную, где червих не умирает, и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но и же соль не салона будет. Чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Толкование Блаженного Февилакта. Будет ли соблазнять тебя нога, или рука, или око? То есть, будет ли соблазняющий и запинающий в деле спасения из числа домашних твоих, или из близких по плоти? Отсеки его, то есть, отверни любовь к нему и дружбу. А червь и огонь, терзающий грешников, есть совесть каждого, и воспоминания о гнусных делах, совершенных всей жизни. Это угрызает, как червь, и сжет, как огонь. Огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 1 Калифином 3,13. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Левит 2,13. Итак, надо нам осолить свои жертвы солью Божией, то есть, приносить жертвы не чахлой и слабой, но крепкой и здоровой. Солью же Господь называет и апостолов, и вообще тех, которые имеют предохраняющую и вяжущую силу. Ибо как соль предохраняет мясо и не допускает зарождаться в нем червям, так и слово учителя, если оно крепко и вязко, удерживало людей от плотских страстей, не дает в них места неусыпающему червям. Если же сам учитель будет без соли и не будет иметь в себе возбуждающей и вяжущей силы, то чем осолится, то есть, исправится? Итак, имейте в себе соль, то есть, укрепляющую и вяжущую благодать Духа, чтобы быть вам в мире между собою, связуясь с ближним союзом любви. Вот что значит иметь соль, и вот к чему сказаны слова «Имейте мир с ближними своими». Комментарий Игнатия Лапкина «Главное качество соли предохранять от дниения, от порчи». Колосинов 4.6 «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». И это будет только в том случае, если слово, сходящее с языка, будет пропитано Библией. Ивангельский язык учителя обеззараживает атмосферу в любом обществе. Второе Калифенов 2.16 «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? И на это способны только люди, исполненные благодатью Духа Святого, благодатью проповедей, благодатью призывающей падших грешников к ногам Христа. И только за неизмеримо великие грехи, выражающиеся в нарушении библейских истин, Бог отнимает учительное слово даже от целой страны. Так случилось при согрешении царя Озии, когда он, будучи прокаженным, не удалился из города, хотя по закону должен был жить как Иов на гноище, далеко от людей. И только заодно это говорит Иоанн Златоуст, в шестом томе Бог отнял видение и пророчество от всего Израиля и даже от пророка Исаии. И только в год смерти царя ему был явлен Бог. Исаия 6.1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и криористы его наполняли весь храм. На один этот стих пророка Исаии Иоанн Златоуст гремит на весь Константинополь и на всю Вселенную шесть раз не менее чем часовыми проповедями. В этом есть вечный урок, что согрешившие руководители и не уходящие со своего поста проализуют целую страну и своим местонахождением отдаляют Бога, а страну погружают во мрак. И хотя царь Озия передал бразды правления своему сыну, но он не полностью устранился от людей и имел к ним доступ, а значит мог заражать всех, кто соприкасался с ним. И учительское слово умерло, не нашлось никого, кто обличил бы его, как Иоанн, креститель Ирода. Предательская декларация митрополита Сергия Строгородского, беззаконно узурпировавшего власть Церкви Христовой, призраком мертвеца нависает над православной церковью и ныне. Она должна быть немедленно предана анафеме, как архиеретическая и предательская, как иудин плод, разбухший, как повешенный иуда и не могущий пролезть через церковные врата наружу. Прошло 60 лет с того позорного черного дня. Сентября 1943 года, когда Сталин и его подельник Берия благоставили на патриарший престол автора декларации и была образована антиканоничная структура московской патриархии, которая выпистывала особый тип советского священника, треба исполнителя и молчальника, а сама церковь получила название Великой Молчальницы. Власти сумели заставить вступить в церковь в сиересь экономического движения, эту претечу церкви антихриста. Сатанинская богоборческая власть не боится богослужений служителей культа, но под страхом извержения сана и заключения в тюрьму запретила живое слово проповеди. Нет семени, нет произрастания и не будет жатвы. Иеремия 8.20 Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. 1 Коринфян 9.16 Ибо если я благовестую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовестую. Дьявол бдительно наблюдает за тем, чтобы не было рождения Христа и христиан. Откровение 12.4 Дракон сей встал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Марка 10.1 Отправившись оттуда, приходит в предел иудейский за иорданскую стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволите ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашим он написал вам сию заповедь, в начале же создание Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилипится жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Толкование. Он идет не прямо в Иерусалим, но сначала только в пределы иудейские, чтобы оказать пользу незлобивому народу. Тогда-то, Иерусалим по указу иудеев был средоточен всякой злобы. И посмотри, как они по злобе своей искушают Господа, не терпя, чтобы народ уверовал в Него, но всякий раз приступая к Нему с намерением поставить его в затруднение и искусить его своими вопросами. Они предлагают ему такой вопрос, который стоял между двух пропастей. Позволительный говорят человеку отпускать от себя жену, ибо скажет ли он, что это позволительно или скажет, что непозволительно. Во всяком случае, они думали обвинить его в противоречии закону Моисееву. Но Христос, премудрость самосущая, отвечает им так, что избегает их сетей. Он спрашивает их, что за поведание Моисеев. А когда они отвечали, что Моисеев заповедовал отпускать жену, Христос объяснил им самый закон. Моисей, говорит он, не был так немилостив, чтобы мог дать такой закон. Но он написал это по причине вашего жестокосердия, зная бесчеловечие евреев, такое, что муж, не возлюбивший свою жену, легко мог бы убить ее. Моисей дозволил мужа отпускать жену, нелюбимую. Но изначально не так было. Бог сочетает два лица союзом, супружиться так, что они составляют одно, оставляя даже своих родителей. Бог не дозволяет многобрачие, так, чтобы одну жену можно было отпускать, а другую брать, и потом опять эту оставить, а сочетаться с иною. Если бы это было Богу угодно, то он создал бы мужа одного, а жен многих. Марка 10 глава с 10 по 12 стих. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Толкование. Так как ученики соблазнялись касательно развода мужа и жены, то и они приступают к Нему Иисусу и спрашивают о том же. Их образ мысли еще не совершенно был здрав. Господь отвечал им, кто отпустил жену свою и поимеет другую, тот становится прелюбодеем с этой второй женой. Та же и жена, оставившая своего мужа и сочетавшая с другим, делается прелюбодейству. Марка 10 глава 13 по 16 стих. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно, говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него и обняв их, возложил руки на них и благословил их. Толкование Блаженного Филакта. Велика была вера в народе, когда Он одно возложение Христом рук принял как благословение для приводимых к Нему детей, а ученики не допускали приводящих, думая, что это недостойно Его. Научая учеников смирно мудрствовать и отвергать мирское надмение, Он принимает и обнимает детей. Симон показывает, что приемлет незлобивых таковых, то есть стержавших такое же незлобие, какое дети имеют по природе. Ибо дитя не завидуют, не помнят зла, и, будучи наказуемой матерью, не бежит от нее, но хотя бы и рубище она носила, предпочитает ее царицы. Так и добродетельно живущей предпочитает мать свою, разумею, церковь, всему и не увлекается житейскими наслаждениями. Царством же Божиим называют здесь проповедь, Евангелие и обещание будущих благ. Итак, кто примет проповедь божественную как дитя, то есть нисколько не раздумывая и не допуская в себе неверия, тот войдет в Царствие Божие и наследует те блага, которые уже приобрел верую. Комментарий Игнатия Лапкина. Блаженный толкователь отождествляет с проповедью вожделеннейшее для всех христиан Царство Небесное. Именно о проповеди Евангелия Спаситель сказал, какая страшная очередь ожидает тех, кто скрывает истинное толкование, истинный путь в Царствие Небесное. Луки 11, 52. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Книга Судей 17, 6. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Царством же Божиим называют проповедь Евангелие. Когда нет научения из Евангелия, то овцы блуждают и расхищаются злыми делателями, ненавидящими истинное православие. Иезекиэль 34, 6. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли расселись овцы мои, и никто не разведает о них, и никто не ищет их. Иезекиэль 34, 10. Так говорит Господь Бог, вот я на пастыре и взущу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и стурну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Осия 4,8 Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию стремится душа их. Царствием же Божиим называют здесь проповедь Евангелие. Марка 10, глава 17 по 22 стих 18 когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, учитель благей, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему ответ, учитель, все это я сохранил от юности моей. Иисус взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смучившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Толкование. Некоторые ложно представляют себе юношу как хитрого и коварного искусителя. Это не так. Он был только человек любостяжательный, а не искуситель. тот подошел к Христу как простому человеку и как одному из многих учителей. Христос как бы так говорит, если ты почитаешь меня благим, как простого учителя, то в сравнении с Богом ни один человек не благ. Если признаешь меня благим, как Бога, то для чего называешь меня только учителем? Такими словами Христос хочет подать высшую мысль о себе, чтобы тот познал как Бога. Кроме того, для исправления же юноши Господь дает ему и другой урок. Если он хочет с кем-либо беседовать, то говорить должен без лести, а корень и источник благости знать один Бога и ему воздавать подобающую честь. Впрочем, я удивляюсь ему юноше в том, что когда все другие приходили ко Христу за исцелением от болезни, он сам просит о наследовании жизни вечной. Если б только он не был одержим еще сильнейшую в нем страстью сребролюбия. Господь не сказал продай по частям, что имеешь и раздай, а продай за один раз и раздай, но только нищим, а не ласкателем и не развратником. Потом приходи последуй за мною, то есть усвой и всякую другую добродетель. ибо много таких, которые хотя нестяжательны, но не смиренны, или смиренны, но не трезвы, или имеют другой какой-либо порог. Взяв крест, это значит быть готовым на смерть ради его. Не напрасно присовокуплено, что он много имел, ибо и малым владеть худо и опасно, а узы многих стяжаний и вовсе неразрешимы. Но и тот, кто юн по духу, легкомыслен, невниматель мыслью, неустроен разум, пусть та же продаст имение свое, как то гнев и похоть со всем тем, что от них прозябает, и отдаст, бросит бесам, которые суть нищие, лишены всякого блага и богатства, потому что отпали от благости Божьей, и потом допоследуют Христу. Ибо тот только может последовать Христу, кто отвергнет богатство грехов, которые есть достояние бесов. Все. Все. Все.